Всем большой привет из Дадунхайска. Вот этот наш отель. Выглядит он вот так. Называется Биболуо. Под видео номер два я четко написала, как он называется. Биболуо. Мы здесь... Получается, второй день. Отель две звезды. Максимально простой. Так Игорю не отойти от машины. Нравится. Да? Да, прикольно. В общем, мы здесь находимся второй день в этом отеле. И ну какие впечатления? Отель очень простой. Две звезды, ребята. Ждать многого не надо. Отель очень недорогой. Туры сюда, наверное, самые дешевые в этот отель. У него очень хорошее место расположения. Очень удобно. И до моря идти близко. И рядом основная улица со всеми ресторанами. И рядом торговые центры и развлечения. В общем, очень хорошее место расположения. На завтрак мы не ходили. Ничего не могу сказать. Но завтраки здесь очень простенькие. Нам сказали, что в принципе яйца, салат, хлебобулочное что-то. Ну в общем, как бы людям хватает. Но мы не ходили. Не могу ничего сказать. Очень хороший кондиционер. Обалденный белый фаянсовый друг. Космический, абсолютно с пультом управления. Твердые матрасы. На них приятно спать. Чистое постельное белье. Чайник. Эти зубные щетки, пасты. В общем, все это есть. Если вы не ждете уровня пяти звезд, вы будете довольны. В принципе, даже достаточно чисто. Немножко есть запах влажности. Но мы в тропическом климате. Поэтому, в общем-то, это неудивительно. Мы живем совсем рядом с торговым центром. Лето. Вот так он выглядит. И у нас есть планы сегодня там немножко побродить. Как? Да, или все это херинг. Да, бербери. Видишь, что и клеточки, Игорь? Мне надо такие шуртики купить. Шуртики? Женские. Вот, посмотри, сколько клеточек. Ты практически то же самое вью из пола купил. Видишь? Как тебе повезло. Как тебе повезло. Ты мыло хочешь? Да терпи до Индии. Оно там прекрасное. Хилфигер. Очков много. Вообще, здесь такие хорошие фирмы есть в лето. Смотрите, где у нас Игорь. Все. Игорь попал. Не хочешь, что? Зачем мне такое? А ты можешь так пончу носить, папа. Да, это похоже на пончу. Ты хочешь тоже меня полностью в клеточке одеть, да? Да, и мы с тобой такие все клещи. Ты знаешь? Чтобы все видели, что я твоя жена, да? Да. Я очень аккумуляторно-платная одежда. Да, точно. Ты знаешь, что я в кончу моешь. Предлагаю им здесь сфоткаться. Не хотят. Оба причем. Смотрите, какая фотозона здесь. Смотрите, какие здесь сумочки. Насовы похожи. Так называется. Ай, все влекует опять. Так, здесь уже какие-то более, наверное, разумные вещи по цене. Там все фирменное просто. Мы заходим, посмотрим и выходим. Не вижу смысла тратить такие деньги на одежду или на сумки. Темка хочет у нас осеннюю куртку найти. Ну, такую кожзам какую-нибудь или что-то в этом духе. Второй этаж, конечно, здесь мега-богатые золото, бриллианты, серебро тоже. Нет, не серебро, это белое золото было. Келлен Кляйн, Лакос, в общем, кто любит пошопиться, на первом этаже торгового центра «Лето» вы это найдете. Какие кресла. Мы все на одной этаже обращали внимание. Здесь на втором этаже, видимо, уже какие-то местные фирмы. На самом деле, у меня китайская одежда очень хорошее впечатление есть. Мы давным-давно поехали путешествовать по материковому Китаю. Были мы в Пекине. Нет. В Пекине? Нет-нет-нет, на оптовых рынках мы были в Пекине. Я еще... В Шанхае, да? Я уже запуталась. Да, может быть, в Шанхае. Я запуталась. Да-да-да, в Шанхае. Вот. И я думала, что там продается, примерно, по-за самое, что привозят к нам. Такое, что все разваливается и прочее. Ой, нет. Оказывается, у них есть знак качества, вот такой, как у нас ГОСТ был. Сейчас тоже много где ГОСТ пишет, но я не знаю, реально он работает или нет. Но в Китае он работает. И вот то, что у них сделано по ГОСТу для себя, а не на продажу в другие страны, очень качественное. Мы тогда купили детям костюмы, кроссовки, нам купили чемоданы. Это все невозможно было убить, абсолютно. Носил уладик, носил Тема, носил друг Тема. Потом все тому, кому мы вещи отдали, они еще и продать их умудрились. То есть просто сносу не было вещам. Так что у них есть очень хорошие вещи. Вот это я не помню. Игорь помнит, что эти вещи, которые мы покупали на оптовом рынке, они стоили столько же, сколько у нас стоил такой плохой Китай, скажем так. Дешевый Китай. То есть недорого. А сейчас-то, наверное, это вообще все развелось. Это было лет 16 назад, то, о чем я рассказываю. А сейчас вообще, конечно, индустрия еще дальше продвинулась за эти годы. Но это не совсем наша тема, да, вот эти магазины? Ну, пойдемте куда-нибудь другое место гулять. А там ушка, наверное, будет. Хочешь, поедем? Может, тебе куртку увидим какую-нибудь? Не хочешь? Ну, пошли вниз. В сувенирные лавочки пойдем. Вроде и прошли совсем недолго. Но уже темнеет. Что-то на богатом. Темнеет. Что-то на богатом. Что-то на богатом, да. Мы же это, как-то шутили про то, что мы в Хейт и приехали. Ой, да, слушайте, у нас такая странная реакция была у гида, когда мы приехали. Вчера должна была быть встреча с гидом. В три часа дня. Мы подошли полтретьего. Она там сидит. Точнее, у нас гид Петя, но ему помогает русская девушка, которая на китайском тоже говорит. А Петя, это китаец. Я так понимаю, что они вдвоем должны работать. То есть местный и представитель турфирмы. Вот, мы говорим, можно мы не пойдем на встречу, потому что нам не нужен ни трансфер, ничего нам не надо. Мы отсюда не улетаем в аэропорт. Мы уезжаем в другой отель. Причем сами. Нас турфирма не везет. Ой, как она на нас возлилась. Все, говорит, пишите отказ. Пишите отказ от обслуживания гида. Я говорю, это без проблем. А куда вы дальше едете? Я говорю, в Голден Пальм. Это из этого-то отеля. И вы сразу на Йолонг Бэй. Я говорю, а что такого? То есть, если мы живем в этом отеле, это значит, что мы себе не можем позволить Йолонг Бэй или как? Мне иногда логика просто с ног сшибает. Ой, Робитаж. Вот мы теперь и шуткуем немножко, что мы не севроды. Да, у нас теперь это местная шутка, что как это так? Мы имеем право поехать на дорогой Йолонг Бэй, если мы отдыхаем в одном из самых дешевых отелей до Дунхай. Ну, я знаю, что такие вопросы будут. Вот. И я много раз вам говорила, у нас есть возможность съездить в хорошие отели. Но для меня всегда важна целесообразность. Мы здесь. Видите, мы сколько гуляем. Мы все туда, то сюда. Здесь есть чем заняться. Здесь не хочется сидеть в отеле. Здесь не хочется купаться в бассейне в отеле, например. Когда есть море хорошее. В этот хорошее ресторан это далеко не всегда лучше, чем поесть пельмени в какой-то веселой харчевне за 12 евро. Да, здесь хочется именно по местному немножко. Ну, не то, что по местному, но посмотреть попроще лица сделать. Посмотреть, что здесь есть. Потому что на Йолонге, конечно, жизнь немножко другая. Там уже более отельная, более пляжная. Ну, это мы с вами посмотрим через недельку. Мы легко совершенно можем съездить в Мордан Пелос, например. А потом взять отель «Две звезды». Это не ломает нас ни разу. У нас к вечеру повысилась облачность, как вы видите. Надеюсь, дождя не будет. Но я хочу сказать, господи, какая же комфортная погода. Вот что вчера вечером, что сегодня вечером. Духоты нет вообще. Ветерок очень приятный. То есть мы ходим вот так легко, одетые и очень комфортно. Днем, кстати, вот когда купаешься, чувствуется, что солнце очень такое... Ну, ты его кожей чувствуешь. Да, даже с кремом, даже с одеждой. Но, тем не менее, не душно, не жарко. То есть в течение дня, даже в середине дня, мы тут от жары не сходим с ума. Сегодня 23 ноября 2024 года. Так, смотрите, мы обошли торговый центр «Лето», а вот здесь торговый центр «Зима». Он более простой. Вот. А вот здесь товары из Хайнани у Зои. Я не знаю эту Зою. Я с ней сегодня списывалась через Телеграм. Я знаю, что в Телеграме от компании «Тревел Ласк». Вообще, это не реклама ни разу, ребята, но у «Тревел Ласк» такие замечательные чаты по разным странам. Очень много информации. Вот. И там, в чате по Хайнаню, это Зоя постоянно предлагает свои услуги. Она там и деньги меняет, и, в принципе, я так понимаю, что через нее даже можно отели бронировать здесь. Так что в чатах по Хайнаню вы найдете китайцев, которые вам здесь помогут. И деньги поменять, и на Алипей, может быть, деньги зачислить, если кому это надо. И экскурсии продают дешевле, чем гиды. Я с каким-то Артемом списывалась, Зоей списывалась еще. Господи, Петя, что ли? Не помню, еще кто-то есть. В общем, они берут себе русские имена, но на самом деле это местные. И помогут, если что. Я думаю, что мы через Артема попросим нас отвезти, например. Трансфер у него возьмем. Он мне 60 юаней назначил. Стоимость. Ой, ты, босик мой. Ты какой хороший. Гарко, пацаны. Ты какой красивый. И такая цепочка у тебя модная. На шее. Глазом так повел. А крас красивый какой. Смотрите, здесь можно фрукты купить. Фрукты. Чем нас радует Хайнань? Какими фруктами рассматривается. Цены не знаю, все уж не буду спрашивать. А, вот цены написаны. Какие они молодцы. Вот это ланганы. А вот это кактусы, опунция. Тоже вкусные. Мы те странные люди, которые не очень любят манго. Вот, разговаривали сейчас с местным. Он говорит, внутри сейчас все закрыто. Там раньше такая круглая площадь была. Я Игорю говорю, как зайти-то? Не видно. Он говорит, процентов 70 магазинов закрылось после пандемии. На этой круглой площади она теперь не работает. Ну, круглая площадь, смотри, здание было. То есть теперь только все, что снаружи. Немножко угрожает. Так, ну что, давайте прогуляемся по вечернему парку. До Дунхай, видите? Темно, понимаю. Здесь можно позаниматься спортом. Кому это интересно. Как мне нравится все так украшено, красиво, да? Какие-то фонарики, камушки светящиеся, зайчики. Прелесть. Пальмы. В прошлый раз, когда мы были здесь, одно место какое-то было оформлено, ну, на набережной, было оформлено как аватар. Это было настолько красиво. Очень помню хорошо. Дети, вы не хотите покататься на аттракционах? Я уже, наверное, туда не помещусь. А помните в Индии аттракционы? У них есть пушки водяные. Точно с водяными пушками. А вот, расстреливать можно, видишь, шех? Из водяных пушек. Это что такое? Белотренажеры? Отсюда мыльные пузыри. Ой, какая прелесть. Лапками крутишь, и мыли пузыри летят. Сколько интересных, ярких, новых аттракционов для детишек. Мне интересно, какой мощности этот пухоник. Ух ты! Ух ты! Так, родители, срочно берите своих детей. Бабушки, срочно берите своих внуков. И в Дудунхай. Вот красиво же, прям глаз радуется. Я представляю, какую восторг у детей. Вот вроде место немного занимает этот парк. А прям прелесть. Смотрите, небо какое у нас. Вечером все рестораны на пляже очень красиво украшены. Такое немножко мистическое все. Смотрите. Ну, красиво же! Ну, красиво же! Всего лишь ресторан. Что там такое? На проекторе показывают? Мойчики или что? Понимаю. Красиво? Да, это твое. Вот такие тут ездят, штуковины. А здесь живая музыка. Это третий сезон сериала «Струны». Жемчук. Жемчук. А ты жемти? А ты натуральный? Угу. Это сюда здесь. Да, вижу. Жемчук я уже не покупаю. Навезла его раньше. Только красиво разноцветного привезла. Ну, кстати, да, больше 15 лет ему. И все хорошо. Тут все. Гавайки и пляжные вещи. Это мы по рыночку идем. Главная площадь. Сегодня здесь уже потише. Людей поменьше. А, может быть, рано. Действительно. Каждый вечер жизнь кипит. Вчера смотрела и сегодня тоже смотрю вот здесь. Вот за деревом прямо рядом расположен вот этот отель. Дэдунхай. Я слышала по отзывам, неплохой отель. Но я думаю, что если окна выходят на эту сторону, а тут каждый вечер вот такое, в общем-то это будет достаточно громко. Восемь часов начнется первая концертная программа. Вот. Приглашаем вас в отнятие бокалы и битье-то в воду. С 20 по 30 ноября каждый вечер, в 8 вечера здесь такая программа, как вчера была. Пиво и музыка. Смотрите, это полицейские сегвеи. Мы рядом с полицейским пунктом. И вот такое у них средство быстрого реагирования. Да, это участок. А это машина. Да, полицейский. Выглядит как домик из лего-набора. Это домик из лего-набора. Тем, как говорит, полицейский участок выглядит как домик из лего-набора. Кокосы здесь стоят 6 юаней, если вы выйдете на улицу и подойдете практически к ананасу. Мы в том же направлении сейчас идем. Слушайте, что поют. Положим денежку. На, Игорь, достань, пожалуйста. Сложно, конечно, с этими подкрадулями. Мы их так теперь и называем. Завтра или когда послезавтра сами поедем на мопеде. Сегодня мы все-таки решили далеко еще не уезжать. У нас первые денечки. А завтра, наверное, уже поедем. Тоже будем подкрадулями. Вообще не слышно, как байки едут. Так, мы у ананаса. Хотим посмотреть, что здесь нам предложат. И опять гонконгские в бафлее. Пекинская ледяная тыква. А здесь они сколько стоят? Старая пекинская ледяная тыква. Жареный дуриан. Мы решили съесть бафле. Сладкий пончик, небесный хрустящий барабан. Мороженое для животных. Мороженое для животных. Так, давайте продолжать. Горят оригинальные монеты. Горят золотые монеты. Китти горит. Оригинальное яйцо. Яйцо, смазанное чай с сыром и шоколадом. Яйцо, мороженое. Яйцо мороженое. Ну, в общем, вы поняли, да? В Китае есть большие проблемы с переводом. Но, в принципе, понятно, о чем речь. Мы берем гонконгские вафли с одним шариком мороженого. Стоит он 25 юаней здесь. Кто это? Кто это тут сидит? Знаешь, мне что напомнило? Мексику. В Канкуне главная площадь. Вот такие какие-то маленькие стульчики. Все вокруг что-то едят. Посмотрите, какая прелестная подарки дали. Это шоколад. Все, все приходим сюда. Есть гонконгские вафли. Это у нас мороженое. Надо? О, какая красота. Мы такие, да не надо. А как нам начали все добавлять? Бери, Настенька. Вкусно. Это вкусно? Угу. Что, пересядем? Игорь Геннадьевич. Я. Тебе хорошо? Неплохо. Неплохо? Взяли с одним шариком. Вчера взяли с двумя. Это слишком много. А он там не стоит прямо. Смотрите, обратила внимание. Мы тут сейчас сидели вафли ели. Ну, за столиками. И впереди нас готовят креветки. Креветки. Посмотрите, у продавца какая маска. Маска прикрывает только рот. Видимо, для того, чтобы когда он разговаривает, ничего не попадало на еду. Все, что можно здесь съесть. Смотрите, оно все плавает там. Ай, как для осьминожку, да? Рыбки красивые. Кальмары. Я просто обожаю надписи. Просто обожаю. Смотрите. Морепродукты. Визуальный праздник. Железо-жареный кальмар. Шашлычки, конечно, на разный вкус и выбор. Вкусно-вкусно, верю. Вкусно-вкусно. Потом. Спасибо. Верим, что вкусно. Свежие. Видно, что свежие. Ой, дурял. Вот к гадуряну я никак не могу привыкнуть. А Маша любит. 100 юаней. А поменьше 65 юаней. Кстати, устрицы. Я смотрю, китайцы активно их едят. Многие очень покупают эти устрицы. Стоят они вот столько. 38 юаней за 10 штук. 28 за 6. 20 юаней. Сусульчок. Курица, кстати. Курли. Красивые. Мы вот это пробовали, и нам не понравилось. Это что-то типа кокос с кислородом или что-то в этом духе. Типа кислородного коктейля. Не, спасибо. Фрукты. О, а здесь роллы. По 6 юаней. По 6 юаней. Поштучно. Как-то уж больно красиво они выглядят, ребята. Как будто они тоже из искусства сделаны. Я шучу, конечно. Нет, это настоящие. Настоящие суши. Не роллы суши, неправильно сказала. Свинина 10 юаней. Говядина 10 юаней. Смотрите, какой я деликатес нашла. Лягушка, да. Вот она, жареная. 20 юаней. Рыба здесь крутится. Ой, мама дорогая. Нет, спасибо. Мы съели по этой гонконгской вафле с одним шариком морозного. Все, лопнули буквально. Ничего больше не хочется. Фрукты порезанные продаются. Везде можно липе расплатиться. Видите, здесь такие квар-коды. Еще раз говорю, если вам удастся, ну не удастся, установить илипе несложно, скачать его можно. Потом найти местного китайца, который в магазинах работает. Вот эти всякие у Сони, у Зои, у Пети. И вы им даете наличку или на карту деньги. Как-то по-другому, может быть, переводите. И вам они могут помочь на Алипе эти деньги перевезти. Мы пока этого не делали. В общем, необходимости особо нет. Я уже говорила, мы сюда в основном с наличкой прилетели. Дома юаней купили. Опять пришли в лето. Гулять так гулять. Ребята, еще что-то мимимишное увидели тут. Как-то бебикер? А, нет. А, как? А, ки... Как? Как это прочитать? Кикава. Я не знаю, как он называется, ребят. Бойте-бой зимой. Бойте-бой зимой. А, вот так он называется. О, дети сразу сюда побежали. А, помнишь, вот как раз какой-то подобный магазин-то был в... 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 Сингапуре. Точно. У меня уже путается одно с другим. Вот точно. Там масса вот таких игрушечек была. И очень много фанатов этого всего. Видимо, в Азии все-таки культ вот таких игрушек. А может, у нас он есть, да я не знаю. Кремы разные. Кто-то меня зовут. Что это? Это шлем для кота. Для кого? Для Симона. Для эльфы. А, для эльфы. А зачем шлем для кота? А зачем такая вообще вещь существует? Сколько он стоит? Так эльфы еще более серьезная станет. Настя. Красивые фигуры. А я помнишь, тебе рассказывала, что мы вот в большой магазин. Это в Сингапуре точно было. Вот там огромный магазин, весь из фигурок. А цены на них есть? А, вот тут, наверное, да? А, так они... Некоторые дорогие, некоторые подешевле. Ну да, некоторые терпимые вполне стоят. Но это все коллекционные. А что такое, в принципе, понимаешь? Коллекционные. Я говорю, что они фанатеют от всяких маленьких игрушечек. А это что, подушка? Я хочу Машуню что-нибудь найти. Понимаю, что не такое. Но что-нибудь милое. Маша у нас сейчас мама для тафочки. А ведь точно это шлем для кота. Смотрите. А это миска для животных. Смотрите. Керамическая. 19 юаней. Господи, почему мы любим всякие глупые магазины? Игорь, ты не знаешь? Ну, эльфы-то это прикольно. Эльфы? Ну, купи ты эльфы. Бедные эльфы. Зачем ей такие мучения? Это для тебя кайф. Поржать над кошкой. Она не смешная. Она стриженая. Это конфеты, что ли? Леденцы? Вроде леденцы. Да, это конфетки. О! Хиллокитти.